Хей, ватсап, ребят! И сегодня мы с Даником проверим, смогут ли пацаны отличить дорогую еду от дешёвой. Точнее, самую дорогую еду в мире. Но не всё так просто. Некоторая еда, которая изначально будет выглядеть дорогой, на самом деле окажется копией этой самой еды. Давайте вам покажем на примере. Итак, ребята, отличите, что из этого поделка, а что настоящее дорогое блюдо. Ну, кстати, они по визуалу, смотрите, одинаковые. Здесь есть позолота такая, и тут она есть. Как это называется, кстати? Это сусальное золото, 20 себе и каратное. Прикольно, не знал. Ладно, короче, ребята, как думаете, что из этого фальшивка, а что из этого настоящее? Давайте подождём, а вы подумайте. Ну я бы сказал, знаешь, что бургер поддельный. Ну, потому что мы это и знаем. Да, ребята, на самом деле бургер это подделка, а этот стейк, как думаете, сколько он стоит? Ждём 2 секунды. Он стоит 270 баксов, прикиньте. А это просто, знаете, такая подделка. И пацаны должны будут, кстати, это отличить. Всё, давай это прятать и позовём их. Давай. Пока Даня пошёл за пацанами, я вам кое-что напомню. Помните, я говорю про 6 миллионов к началу лета? И мы ездим по городам. Так вот, я вам это напоминаю. Подписывайтесь на канал, потому что это будет самый крутой тур, мне кажется, вообще в истории Ютуба. Потому что мы покатаемся по городам России, а если 8, то и по всей Азангаре. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Если вы ещё не знали, мы предложили ребятам, что если на канале до лета соберётся 6 миллионов подписчиков, то мы совершим такой тур. Так что вы знаете, что делать, просто нажать на такую вот красную кнопку, подписаться. Походим, походим, походим. О, короче, вы же пришли, да? Привет. Самый большой плюс от этого видео, что я сейчас буду есть. Да. Кстати, Лёх, я тут услышал, что ты говоришь про тур, и мне кажется, что это будет реально круто, ребят. Поэтому давайте, давайте сделаем это. Я уже хочу очень сильно. Мне кажется, это будет реально историческая штука. Короче, пацаны, смотрите, правила такие. Вы сейчас садитесь за стулья, мы с вам с Даником приносим блюда. И вы их оцениваете вот по этим карточкам. Вы пробуете их, и если это стоит, по вашему мнению, больше 75 долларов, то вы ставите блюда сюда. Если меньше, сюда. Окей, давай всё просто. Просто кушать, да? И потом уложить куда-то. Да. Так, Димас, а ты вообще ел сегодня? Нет, я проголодался очень сильно, и хочу очень кушать. Я сейчас сделаю разминку языка. Разминку языка? Ну я вообще не целый день ел, поэтому я готов. Пацаны, мы вам принесли первое блюдо. Ну, в общем, пацаны, по визуалу вы уже можете понять, что этот явно дороже. Ну, это просто первый раунд, и он разминочный, чтобы вы понимали, какие у нас крутые блюда будут. Блин, посмотри, как здесь котлеты. Ну, вообще сочные, сочные. Да даже смотрится вообще не очень. Короче, ладно, давай ты кусай то, я это. Блин, ну на самом деле, этот бургер вкусный. Подчёркивает весь вкус, это его сыр плавленый. Я не знаю, съел только орешек, и уже просто, ну, вкусно реально. Вкусный? Да, сейчас попробую весь бургер. Блин, я даже хочу второй укус сделать. Давай ешь, ешь. Капец, он классный. Этот бургер имеет внешний вид, вообще очень плохой. Я думаю, его купили в обычном магазине, поэтому я думаю, что он стоит очень мало. Соглашусь с Димой, он не стоит даже и 60 долларов, ребята. Настя, я тебе по секрету скажу, он где-то стоит 1 доллар 25 центов, где-то так вот стоит. Блин, ребят, по одному запаху я могу уже судить, что это дорогой бургер, реально. Ты посмотри, какая огромная котлета. Котлета просто огромнейшая, смотрите, и соус вытекает, сочный. Так эта котлета, это индейка, прикинь. Индейка? Это не курица, как во всех бургерах. Нифига, у тебя вкус. Капец, он вкусный, Стас. Да? Я думаю, что этот бургер реально дорогой. И как думаешь, сколько он стоит? По вкусовым ощущениям. Блин, ребят, я не знаю, но я бы с натяжкой дал ему вот перейти в эту категорию. Блин, на самом деле я знаю, сколько стоит социальное золото, поэтому я думаю, что этот бургер стоит примерно 80 баксов. Ну, ты был близок, на самом деле, был близок. Я соглашусь с Димоном, короче, потому что я, ребят, не знаю про это ничего. Так сколько они стоят, пацаны? Ну, этот бургер стоит 10 долларов. Что? А этот один, пацаны, потому что это оказался фейк. 10 долларов? Мы просто купили специально такую золотую краску и помазали его. Это у вас такое предупреждение, то что здесь будут и фейки, и реально дорогие. Так что только по визуалу садить не надо. Блин, ну по вкусу было вкусно. Доверился повару, сусальное золото, да. Ну что, пацаны, переходим к следующему раунду. Да, погнали, давайте. Кстати, вы тоже можете гадать, сколько стоит дорогая вода. Ну, так будет интереснее, как по мне. Вообще, все вещи можете гадать и в конце напишите, вы примерно были близко или нет. Потому что, мне кажется, вряд ли вы точно попадете в цель. И найдем победителя. Так, давай, короче, нальем. Давай сами попробуем. Кстати, здесь нет фейка, это настоящая дорогая вода. Так, экономим. За 6 миллионов. Ребят, мы вас верим. Странно, как это по вкусу. Да оно, я не знаю, как это описать. Она вообще не такая. Ну, она другая, вообще. Она непонятная. Она еще чуть-чуть. Чего? О, она какая-то типа сверху, сверху умная. Вода. Короче, вода реально странная и непонятная. Она вроде бы как обычная, но что-то в ней не так. Да, давай я теперь попробую вот эту воду. Стой, тихо. Знаешь, а я почувствовал разницу. Ну, вообще дикая разница. Чего, Патаны, можете открывать ваши глаза и вы сейчас удивитесь. Знаешь, что я тебе скажу? Вода? Да, обычная вода. Давай поесть, может быть, вода за 75 долларов и чего. Так, а что в своих этих блюдах вообще вы с водой готовите? С водой мы готовим кипяток. Ой. Тихо. Пацаны, это дорогая вода. Если это дорогая вода, я пойду. А если где-то с под краном вверх? Кружкину. Слушайте, пацаны, не поворачивайтесь, я хочу вспомнить, какая где какаш. Где дорогая? А, понял. Реально, как будто мне дома из-под крана налили. Да. Такой привкус мыльный. Ну, как будто с фильтра вода. Поменяйте теперь. Ты штыкаешь, да? Не, вот это мне показалось, знаешь, какое-то более... Блин, как это сказать? А это обычная вода, ребят. Не, не, это мне показалось более такое, что ли, морской какой-то. Вот такой. Типа морской. Чё? Вот я думаю, вот эта вот вода, вот эта вот, она дорогая. Поэтому я ставлю ей оценку в как раз-таки 75 баксов. Ну, а ты какая же... Ребят, я думаю, что это просто вода обычная в двух стаканах. Короче, эта вода точно стоит 1 доллар. Этой воде я даю тоже 1 бакс. И как это вы не сомневались, мы подожди, это... Стой, нет, я не пойму. Это дешманская. Это дорогая вода. Это дорогая вода. 75 долларов. Вот это да! Это обычная с под крана вода. Ну, не с под крана, а с магазина. Дешевая самая. Подожди, да, покажите, дайте бутылку мне. Сейчас, секунду. Просто смотрите, а в чем прикол? Попробуй теперь по визуалу. Мне кажется, это у нас из визуала с вами, у вас такая штука. Дайте стаканчик один. Вот немножко, сделай глоток. Да, глоток делай. Короче, а эта вода более грязная, чем эта. Это чисто. С примесами такие? Ну, да, да, да. Капец, у них стрёмные щупальцы. Я боюсь их, ребят. Блин, ну этот осьминог очень дорогой был. Ребят, кстати, мы на этот ролик потратили очень много денег. И в качестве вашей благодарности для нас будет очень нам приятно, если вы пустите 200 тысяч лайков под этот ролик. Нормально так. 200 тысяч лайков, я думаю, это будет круто. Да. И я тогда пойму, то что не зря мы потратили так много денег. Согласен. Потому что больше тысячи долларов. Больше косарь баксов. Это просто жесть. Но, да, зато, думаю, вам это будет интересно смотреть. Да. Смотрите, вы когда-нибудь видели осьминог? Кстати, всегда было интересно, эти присоски присасываются или нет. Нет. Как это против? Я не знаю, мне так против, но это капец. Понесли, короче. Опа, пацаны, это ваше следующее блюдо осьминог. Маленькие и огромные. В Японии, это, кстати, или Китае считается офигительным деликатесом. Там их живыми едят, живыми. Представьте, вы это знали? Едят. Ну, еще знаете, это опасность в чем? То, что 6 человек в год умирает. Пацаны, вы издеваетесь? Это же осьминог настоящий. Да прикольно же, посмотри на его щупальцы, какие они крутые. Я так понял, ты не любишь морепродукты, да? Да я люблю, но это вообще жестко. Ладно, я осмелюсь и попробую осьминожку. Давай я с тобой. Хочешь попробовать? Да, я и не пробовал никогда в жизни, мне так интересно. О, так видишь, мясо белое, значит оно готовое. Фу, пацаны, подождите, вы стебете, да, что вы это будете есть? Нет, мне капец, как интересно. Осьминог уже едят. Да, подожди, подожди, Димас. Отперёшь мне побольше, Кусман. Давай. Давай здесь, здесь, еще здесь. Даня, ты видишь, что я не делаю? Давай на 4. Пахнет рыбой. Ну пахнет, знаешь, кальмарочком. Давай, раз. Тестируем большого осьминога. Лёха, раз, два, три. Блин, на самом деле, это уже классно. У него эти щупальцы, именно сами присоски твёрдые. Угу, да. Как кожура какая-то. Вкус жвачки такой, с морепродуктами. Послевкусие не очень приятные. Ну, кстати, да, есть такое. Вообще. Баксов 100. Тут есть такой огромный. Как это можно есть вообще? Не, ребят, я это пробовать не буду. Мы попробовали большими, большими мужики. После большого как-то не хочется. Ну, я думаю, они стоят очень дёшево, потому что, ну, это обычный на развес. Да, и это правильный ответ, потому что этот осьминог стоит довольно-таки дорого, так как он нам пришёл прямиком из Китая. Ничего себе, из Китая заказали? Я не понимаю, кто здесь целого такого осьминога. Ну, реально, фу, это же, ну, как это есть? Вот эти вот присоски, они такие твёрдые. Не, ну, изначально оно прикольно, согласись. Ну, как жвачка такая. Мне кажется, его просто надо есть с чем-то, чтобы перебивать после вкуса. Димон, на самом деле сложно отличить фейк от оригинала. Реально, мы эргонолептические способы не действуют. Кто? В смысле, ты не знаешь, что это? Нет. Поварские штучки мои. Оба, так, ну, это получается шоколад, да? Да, шоколадный раунд, такой сладенький, вкусненький, сочненький, хотя шоколад не сочный. Знаете, что я вам скажу, вы же все понимаете, что я в шоколаде просто про. Да, поэтому тут есть небольшой подвох. Ну, тут сразу видно глазами профессионала, что вот этот шоколад дороже, потому что это при филе. Сейчас мы попробуем, я скажу вам вот сколько он стоит. Я согласен с ним, что вот этот шоколад выглядит намного лучше. Ну, вот это реально трюфель хороший. Ну, там содержание его примерно до центов 20. Это точно больше 100 баксов. Вот баксов 120. Ничего себе. А вообще, ребят, трюфеля, вы не знали, что это грибы? Я, вот лично я знал. Это грибы, которые находят только свиньи и собаки. Да, я тоже, может быть, как это видел. Реально, их человек, ну, типа, их сожженный человек, только находят свиньи, которые такие, ну, иди поищи свинька. Да, я надкапывал, и под деревом я видел, когда она болит. О, да, ну вы врете. Не знаю, что это. Это деликатес на самом деле. Я, кстати, сам это еще не пробовал. Я попробую тоже. Давайте уже все попробуем. Блин, на вкус, он как будто горьковатый. Ну, это гриб, понимаешь? Ну, а потом он отдает таким сладким, мягким привкусом. Так, а я сейчас попробую вот это. Блин, я попробовал. Это, знаешь, обычная шоколадка с детства. Это Аленка. Короче, ребят, смотрите, я все сам сделаю, вот. Да, я согласен, я согласен. Озвучивайте, озвучивайте. Коробка, упаковка, точнее, этого трюпеля стоит 130 баксов. О, ну я в очень близок был. Это жесть за конфеты. Мы такие с ним стоим в магазине, значит. Я думаю, блин, надо купить самые дорогие конфеты, которые здесь есть. Но они угадали слишком быстро. Да. Ну, ребят, надеюсь, вы нас поддержите лайком, потому что мы тратим деньги 130 баксов на шоколад. Да, ребят, вообще это заслуживает 200 тысяч лайков, потому что мы на это все потратили столько денег, за больше 1000 долларов. Да, и еще напишите в комментариях, вы знали, что трюфель это гриб? И то, что его находят свиньи, собаки. Мне кажется, они врут. Нет, ребят, не вру. И вообще, вы ради меня купили туфеля, да? Фух, Даня, пришло время того самого раунда. Да. Блин, надо им украсться, не будет, после того, как они половину съедят, потому что когда они накинутся, мне кажется, все. Мы им даже половину здесь есть. Ну, они пару вкусов сделают, протестируют, и мы сразу же заберем. Кстати, ребята, напишите в комментариях, какое бы вы блюдо хотели попробовать из этих вот рейх. Первое, второе или третье. Вам просто надо поставить циферку. Мне интересно, что бы вы хотели попробовать? Я на самом деле хотел бы попробовать третий номер. Ты первый? Первый. А я третий. Ну, я люблю мороженое просто. Ребята, короче, это браборная говядина, и ее пожарили в медиум рейр. Это когда не до конца прожаривают, и остается немножко такой красное тело. Ух ты! Вот это стейк. Но это выглядит золотым опять, да? Какой-то обман. Да, конечно, все, обман. Димон, ну пробуйте первый. Блин, здесь, я смотрю, прожарочка такая прикольная. Блин, ну он все шарит, он всем разбирается. Мне кажется, по мясу он нас раскусит. Давай я с тобой попробую это. Тяжело режется. Сейчас. Да, 17 кусочек маленький взял, и ты, Стас. Блин, я тоже хочу. Скажи, нормально или нет? Он офигеть какой вкусный. Смотри, как с него течет сок. Давай я попробую. Ну-ка. Ну как, Стас? Настолько вкусно. Ну, я не распробовал. Так, Стас, подожди. Ну, как не распробовать-то можно? Зачем? Ну, такой кусочек надо... Да, Стас, остановись. Да, я распробовал, реально. Да ты же распробовал. Все, успокойся, я подробно. Да, я отвечаю. Все, Стас, успокойся. Мы еще должны его затестить с Даником. Вы его сами не пробовали. Я думаю, что этот стейк дорогой вообще. Очень. Так, Димас еще должен попробовать. Да, дарешим его, то, что он начал уже. Давай. Все, вы распробовали все. Блюдо идет сюда. Вы не угадали. Теперь оценивайте. Давайте, если мы правильно оценим, то вы нам отдадите половину. Да, если вы правильную цену дадите, мы вам половину. Я даю этому стейку по-любому. Он в этой категории. Вот миллион процентов. А цену оцени, сколько денег? Цена, не знаю, сколько эти стейки стоят. Вкусные, просто вот божественно вкусные стейки. Я знаю, что самый дорогой стейк стоит около 700 долларов. Все, 700 долларов по цену стоит. Офига себе, ты закрыл ценчик. Ну мы, конечно, потратились на это видео, но за стейк 720. А, ну да. Ну ты уже сказал цену. И ты тоже сказал. И мы не угадали, потому что он стоит 270. Ну ясно, ну мы угадали, да? Нет. Все, спасибо. Пацаны, ну дайте еще кусочек. А, у вас, нет, это никакая стейка, пускай кушают. Дожди, стой. А, точно, пацаны, забирайте. А сколько этот стоит тогда? А, это, там, ну аж, нет. Мы его сами приготовили. Сами приготовили, и так вкусно. Мне кажется, они обманывают, что сами приготовили, поэтому... Ну да, может попросили там кого-нибудь. Так, ребят, это у нас дорогое блюдо. А это обычный доширак, но сейчас мы этот доширак сделаем. Кого ты обманываешь, это дешевое тоже блюдо. Ну это тоже дешевое, но оно стоит больше, чем доширак. Вот тут есть креветки. Да, тут есть креветки. А за 5 креветочек отдается надо 5 баксов. Понимаете? Если вы не поняли, что он сказал, он сказал, что за 5 креветок надо отдать 5 долларов. Я просто француз, и я говорю на французском. Обычный дошик, он выглядит как обычный дошик, поэтому надо добавить петрушки, пеканцы. Реально, а я добавлю сюда немножко соус сирять. Сюда тоже. Ладно, не, не так, но это не по-французски. Нормально. Красиво. Травка всегда наполняет такой зелёностью жизни. Смотри, меня мама учила, моя шеф-повар, мама. Слушай, 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 подожди. А давай сделаем такую спираль. Типа как в пицце. Мы очень плохие повара, но смотри, как охеренно выглядит. Реально, реально. Подожди, я здесь попробую спиральку сделать. Не, не надо, они поймут, что это мы уже тут ровнулись для этого дела. Красота. Реально красота. Всё. Всё, погнали. В общем, пацаны, давайте свои комментарии, а мы пока с Даником отойдём. Ребята, вы серьёзно, это доширак? Реально доширак. А у меня, смотри, какая кристально чистая лапша. Короче, Димас, я думаю, что это дошик обычный, посмотри. Вот, ребят, видно даже, что это тарталетки доширакские. Реально, сейчас попробую. Имитация мяса. Они типа украсили доширак. Катится, это дошик, я даю ему один дош. Неправда, это не доширак. Да? Ты будешь обманывать профессионала, который ест доширак просто каждый день? И все вкусы попробуют? Ты чё? Ну да. А вот это похоже, ну, на что-то... Не, на самом деле похоже, как будто это я приготовил. Да? Да. Реально я приготовил. Ты что, скажешь? Обычная креветка, реально, просто самая дешманская. В смысле, 5 долларов? Блин, ну вы пытались, пацаны, вас обманывать, но что, не получилось. Короче, это 15 баксов. И это первый раунд, в котором вы, кстати, пацаны, угадали. Да, это две дешманские фигни. Вы просто посмотрите на эти макароны. Ну, мы это все сами, конечно, приготовили. Не выглядит это богато. Но мы пытались, мы пытались. Ничего у нас, Даник, не вышло. Да, погнали к следующему раунду, да? Так, вроде бы похоже на другой, да? Вроде да. Ну, смотрите, как думаете, что из этого дорогое, что дешевое? Ладно, вы уже поняли, по-любому, что это фейк, а это вот дорогое кофе. Интересно, они определят? Чисто если они будут доверяться им визуалу, то они проиграют. Погнали, погнали. Так, пацаны, держите. Напитки. Это что? Это напитки. Ой, я как раз... Блин, я хочу вот это. Я как раз захотел спать. На, возьми. Блин, это так вкусно выглядит, вот это вот. Пацаны, сразу скажу, что здесь есть один голландский вкуснейший кофе. Да. Дорогой. Сами голландцы его делают. А другой просто... Это по-любому вот этот, Стас, 100%. Смотри, тут даже оттенок более такой насыщенный. Такой молочный, да? Угу. Стас, что с тобой? Я просто смотрю на это и мне кажется, что это, типа, ну, они сами набырскали. Ладно, Диман, пробуй первое это. И хотя, блин, они могли и в нормальный кофе, в дорогой сливоками насыпать и поставить что-то. Да, они могли сделать, знаешь, просто украсить и все. На самом деле, если ты знаешь Голландию, то там пьют кофе как? Они получаются глоток, еще не проглатывают, и взят лимончик, чтобы им был такой привкус прикольный. Цитрусовый. Лимон в кофе? Кофе, апельсин, ты не путал апельсин. Давай, Диман, пробуй. Ты как голландская девушка. Ты забыл про апельсинчик, надо укусить и потом запить. Не, мне даже так нормально. Это в этом и смысл сам. Как, 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 как. Блин, это какой-то новый вкус. Так я же говорю, реально новый вкус какой-то. В Голландии все так пробуют. Ну, ты знаешь, такой легкий раунд проходной, чтобы вы просто попробовали этот вкус. Тут вообще будет очень сложно скрыть, ну, потому что, если бы мы подали просто жидкость, это неправильно было бы. Ну, это, ребят, ну, вкусно, типа, на обычный кофе. Не знаю, вкусно. Ты с апельсинкой должен был. Да, попробуй с апельсинкой. Не, я вообще не переварю этого точно. Ну, это выглядит как, как обычный кофе. Да, мне кажется, это в три в одно. Ну, пахнет вообще прикольно, как-то непонятно. Ну, как, Стас? Тут сахар добавляли. Нет. Настоящий кофе пьют? Без сахара. Не, вот мой. Как можно кофе себе с сахаром пить? Ну, этот мне не понравился вообще. Мне кажется, это дорогой. Ну, просто они сливками что-то сделали, потому что, ну, оно кривовато было. Либо вы уже пили. Спят усталые игрушки. Я думаю, что пачка такого кофе стоит, ну, точно 75 баксов. Ну, за килограмм. Я думаю, за килограмм точно 75. За тонну точно. Вот этот кофе пахнет очень насыщенно. Сейчас попробуем его. Как же я начинаю пьешь? Фу, он горький, реально. Ну. Ой, без сахара. Я вообще ненавижу кофе без сахара. Так правильно, пить кофе без сахара. Без сахара. Ну, горький. Ставьте оценки. Горький, горький один доллар. Ты согласен с этой? Мне вот кажется, здесь подвох. Не знаю, посмотрите на его внешний вид. Короче, да, Димас, я с тобой согласен, это горькая какашка. Да, все. Вот это дорогое 75 баксов за килограмм кофе. Все-таки из меня был бы хороший писатель и поэт, потому что я вас просто обманул. Какой голландский кофе апельсин? Я эту байку в процессе, пока сюда шел, придумал то, что сказать вам, что это голландский какой-то, с апельсином. Типа надо именно фирмово так пить, потому что вначале откусываешь, запиваешь. Вот, это была шутка обман. Я говорил тебе, он, я говорил. Блин, потому что выбирают по обложке, ну реально, смотрите, что это. А проводят по вкусу. Да, проводят по вкусу. Все. Следующее блюдо. Килограмм этого кофе стоит 100 баксов. А это самое дешманское 3 в 1 как раз таки. И тут, кстати, да, сахар есть, потому что он идет как бы в комплекте. Вот такое вот интересное видео получилось, на которое мы потратили кучу денег. Но зато это было прикольно. Согласитесь, отличить пейковую еду от не пейковой сложно, да? Да, очень сложно. Даже вот я, как повар, не смог отличить. Кстати, да, Дима много ошибок делал в этом видео. Ребята, я надеюсь, вы нас поддержите лайком за такое вот необычное видео. Потому что, мне кажется, оно реально необычное было. В общем, ребята, напишите еще в комментариях, как вам этот ролик. Нравится такой формат, где мы пробуем другую еду или нет. Но с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.